Пока ты жив, уста народа русского запечатаны страхом, но минует твое зверское царенье, перейдет твое имя от потомков к потомкам, как вечное проклятие. Алексей Толстой. А к роли Ивана Грозного в истории России как относитесь? Ой, я его уважал. Не было такого царя Ивана Грозного IV, а было четыре царя. Я вообще не знаю, почему его до сих пор святым не сделали. Кстати, Сталин с него брал пример. Он был прекрасным царем, конечно. Он держал Россию во всех своих руках. От народной ненависти до любви прошло пять столетий. Даже спустя пять столетий один из самых противоречивых властителей Руси, кровавый монарх Иван Грозный, у кого-то еще может вызвать благоговейный трепет и священный ропот. Но в отличие от такой короткой памяти народа, история кажется честнее, ведь рукописи не горят. Ну, конечно, он тиран, но что говорить, если имели место казни людей без суда и следствия. Действия Ивана Грозного вносили ущерб, ну, разобрать так, русскому дворянству. Масса людей должна была бросить свои дома, переселяться в другие земли и так далее, теряла свою собственность. И при этом мы не наблюдаем никаких вооруженных выступлений. Дело не в том, что он кого-то казнил, кого-то наказывал, кого-то ссылал. А он еще был, у него такой талант немножко был, я бы сказал, режиссерский. Вот это вот все надо еще подать. Вот. Вот суд божий. Пускай Господь рассудит. Выводит 300 человек. Объявляют, что это изменники, мерзавцы, негодяи, заслужили смертную казнь. А потом царь выступает, говорит, что это не то же люди, да, а где-то грешны, где-то что-то милуют половину. Милую. Ну, поскольку вы уже собрались на представление, значит, вторую половину мы будем казнить. Причем, ну, казнить так, чтобы это было интересно. Вот, допустим, вас будут варить в котле. Вот вы будете выбираться, вас туда будут заталкивать, да, вот. Вот это он умел делать. Ты всему свету показал, что ад мы не в чем себе. Филипп, не противься воле моей! Нет у меня больше митрополита! Нет! Нет! Нет митрополита! Нет! Когда Малюта предложил ему благословить новгородский погром в обмен на жизнь, Филипп выбрал вечную жизнь и не просчитался. Стал святым русской православной церкви. Вот почему людям не поставить памятник этому человеку? Поставьте памятник Филиппу рядом с Иваном Васильевичем и рассказывайте каждый день как можно и как нужно сопротивляться тирании. Вот и все лекарства. В этом единственное лекарство от всякой дуи. Налоги в течение царства у него на Грозу очень сильно росли. Это, кстати, даже больше, чем вот те знаменитые казни. Проблема-то более серьезная на самом деле. Есть территории, по которым у нас есть документы, допустим, там первый, третий века, потом середина века, потом конца века. Да, мы можем сказать, что за этот промежуток времени налоги увеличились в три раза. Он провалил все, что можно было только провалить. Ливонская война проиграна, опричинно разорила всю страну. Люди разбежались. Вся его деятельность привела к смути, так или иначе. Конечно, история наука относительная. Многие скажут, что было это давно и, возможно, не соответствует действительности. Потому правдивость трудов многочисленных летописцев того времени и работу современных историков можно поставить под сомнение. Но ирония судьбы заключается в том, что Иван Грозный еще при жизни сделал собственноручное признание, что лично повинен в умерщвлении пяти тысяч человек. Раны душевные умножились, и нет врача. Отплатили мне злом за добро и ненавистью за любовь. Мучитель чувствовал себя мучеником. И поверьте, это у тиранов искренне. Сколько же было истреблено на Руси во время его похода на Новгород, народ которого, как позже докажут, пострадал от ложного доноса, вообще неизвестно. Число жертв по разным источникам составляет от 27 до 700 тысяч человек. Разгром длился шесть недель. Людей пытали и топили в реке Волхов. Город был разграблен, церкви и монастыри разрушены и разорены своим же царем. не просто не просто изничтожил население, он его еще и ограбил. Знаменитую новгородскую богатейшую казну. В Москве по их возвращении через некоторое время будут построены виселицы на Красной площади. И чаны с кипящей водой, потому что царь стал изысканен в казнях. И виселица подарком стала. Доказательства были на протяжении веков. Никто их никогда не отрицал. Но в частности существуют синодики, в которых отмечены тысячи жертв северного похода. В частности большая часть их падает на Новгород. Но это же были его, как сказать, единоверцы, так это же были русские люди. Да, совершенно верно. Поход, карательный поход был направлен против северно-русских земель. Новгород, Псков, Торжок. Сейчас переиздан это история русской церкви митрополита Макария Булгакова. Это классический труд, который был издан во второй половине XIX века. И есть соответствующий том и соответствующий раздел начинается словами «Во Иване Васильевиче не было ничего человеческого». Это вот Торжок пишет. Ни один из последующих правителей не смог понять и оправдать злодеяние Ивана Грозного. В 1862 году на памятнике тысячелетия России увековечили всех государей, окромя Ивана Четвертого. Но призрак Грозного царя замаячил в наше время. В 2017 году здесь недалеко от московского Кремля на аллее всех правителей был установлен не бюст, а целый памятник Ивану Четвертому. Правда, от этого памятника сейчас остался только вот этот постамент. Местные жители говорят, что пару лет тому назад его увезли в неизвестном направлении. Вообще, судьба этого памятника была весьма неоднозначной. Изначально его планировали установить в городе Александров, что во Владимирской области. Однако народ восстал против царя, точнее, против инициативы местных властей. Поэтому Ивана Четвертого быстренько перевезли в Первопрестольную. Да и здесь он так и не смог найти себе место. По какой же причине изваяние кровавого монарха в Москве было удалено, теперь это уже тайна за семью печатями. Но этот факт, как ни странно, не вызвал никакого общественного резонанса у ревнителей великой русской истории членов организации Двуглавый Орел, которые теперь обещают бороться за место для царя в Астрахани. Сейчас мы видим, что общество может быть и существует, но с ним никто не считается. Наши разговоры, ваши передачи, все это неинтересно. Поэтому... Может, стоит хотя бы заглянуть в томик истории? Заглянуть-то можно. Я вас уверяю, что даже более того, это люди, которые, может быть, даже не только заглядывали, но и читали, да и знают они все это. Но им сейчас выгодно считать, что государство это высшая ценность, какая только существует. В этом весь парадокс сегодняшней России. Никаких запросов, никаких протестов со стороны церкви нет. нет. А ведь царь-то убивал не только мирских, но и людей. Церкви тоже всех уничтожал. Поэтому в моральном отношении мы сегодня, да, как говорится, откатились до 16 века, пожалуй, да. Он может быть героем, но он будет героем в вашей голове. К нему это не имеет никакого отношения. Это вы выбираете себе героев. Если вы выбрали, ну, значит, это как бы ваше решение. У вас грозно здесь никакого отношения не имеет. Вот вы считаете, что это есть геройство, поэтому это совсем другой вопрос. Вопрос для социолога, для психолога, не для историка. Мне здесь сказать нечего. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников «Семь дней».